Здравствуйте, в студии Вадислав Юрицын. Сегодня мы поговорим об оппозиции в Казахстане. Это у нас в гостях Андрей Чеботарев, политолог, директор Центра актуальных исследований «Альтернатива». Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос. Вот недавно только-только завершилась, скажем так, оппозиционная тусовка в Брюсселе. И вопрос. Это проходит в Брюсселе, потому что внутри Казахстана такой формат не соберешь? Или просто там климат лучше? Ну, во-первых, там, как я понимаю, организатор мероприятия, экс-премьера Кижан Макжанович Кижагельдин. Во-вторых, там Евросоюз и его институты, куда, собственно говоря, официально и поехали участники этого форума общаться. С представителями ЕС, Европарламента, как я понимаю. И, в-третьих, конечно, это воздух свободы, который может скружить голову любому. Один вопрос. Там просто отмечены люди, на встрече с Кижгельдиным, про которых немыслимо, чтобы они встречались без санкций Аккорды. Мы сейчас не про Миржана Касанова говорим, поскольку он такой старый оппозиционер, а вот Айдос Сарым, Айдос Кушим. То есть вопрос, почему Аккорда стала санкционировать такие встречи? Они стали мириться, Кижагельдин и власть в Казахстане, или что? Ну, давайте поймем. Наверное, речь идет не о санкциях, а скорее просто о том, что Аккорда не запрещает. Почему? Потому что, например, в 2001 году, когда большая делегация, включая и меня, ездила в Соединенные Штаты Америки на определенные слушания в Вашингтоне по Казахстану, и тоже был Акежан Макжанович, а Миржана, Касанова, Ермурата, Бапи тогда пограничники не выпустили. Под предлогом? Ну, там нашли какие-то вещи, при том, что еще не было знаменитого суда, который дал ему 10 лет. Просто еще было уголовное дело по обвинению в коррупционных на правонарушениях. Ну, даже не помню, какой предлог был взят, но вот именно Касанова и Бапи. Ну, по факту результат известен. Их не выпускали тогда. И был скандал по этому поводу, потом небольшой. Сейчас же, как я смотрю, власть препятствий не чинит. Что это может быть? Можно, конечно, гадать. Может быть, есть, скажем так, какие-то точки пересечения, как они были, например, вокруг дела покойного ныне Рахата Алиева. Почему? Потому что, когда, с одной стороны, официальные представители пробовали достать Алиева там, в Австрии, за рубежом, и свою лепту внес и Кожигельдин, который через своих бывших охранников инициировал судебный процесс. Не забыл и не простил старые обиды. Да. И, таким образом, они были, как бы, естественными союзниками в борьбе с Рахатом Алиевом тогда. Почему? Потому что, действительно, он насолил и той, и другой стороне, так скажем. А сейчас же, если говорить, на мой взгляд, любая власть нуждается в легитимизации, в том числе и посредством деятельности оппозиции. Даже если посмотрите такие одезные диктаторские тоталитарные режимы, как в Северной Корее, в Китае, они держат какую-то партию рядом с собой. Есть такие партии, которые, про них ничего не видно, не слышно, но зачем-то, либо для внутреннего, либо для внешнего пользования их держат. А здесь, понятно, здесь речь идет о том, чтобы, в конце концов, нашим властям, и особенно той элите, которая рано или поздно останется сама, без, скажем так, без елбасы, если он просто уйдет с президентского поста. И, таким образом, с кем она останется? С полевыми командирами какими-то или радикалами? Ну, непонятно. И поэтому все-таки нужна какая-то здравая оппозиционная сила. И, видимо, есть какое-то стремление все-таки дать выпустить пар людям, которые так или иначе оппозиционное настроение проявляют. Скажем, есть еще такая фигура, довольно весовая, Мухтар Аблязов, и он как-то себя никак не проявил в этих брюссельских встречах. Он сейчас вообще за кого? За Кожигильдина? Ну, ясно, что не за Назарбаева. Почему он держится особняком? Аблязов, как я понимаю, он сам за себя, он пытается реанимировать демократический выбор Казахстана. Экстремистскую организацию. Не как движение, а как бренд фактически. Он выступает активно, использует социальные сети, мессенджеры, телеграммы, ютуб. Вопрос в том, что, как я наблюдаю, он, скажем так, утратил связь со своей прежней командой, и общественников, и медийщиков. Ну, возможно, что там разные обстоятельства. Да, не просто разгромлены властями. Разные обстоятельства, но даже те, кто и за рубежом, не видно какого-то активного действия с их стороны, чтобы... Один Аблязов выступает, и там, в лучшем случае, там, иногда, допустим, Айдос Садыков, который живет в Киеве, по-моему, является тоже членом оргкомитета ДВК, тоже что-то иногда говорит. Ну, собственно говоря, и все. Здесь идет какая-то вот все-таки, если не борьба, то конкуренция, основанная, как мне кажется, даже не столько на политической, сколько на межличностной какой-то неприязни. То есть есть какая-то ревность, потому что, если посмотреть социальные сети, то те люди, которые симпатизируют Аблязову, сейчас очень сильно, что называется, пинают вот этот... Это форум в Брюсселе, его участников, считают, что это все агенты Аккорды, КНБ и так далее. Но, как сказала Кижанка Жигельдина, Аблязова приглашали, он не приехал. Хотя, что интересно, не были замечены среди участников форумов и представители официальной, скажем так, оппозиции, то есть общенационально-социал-демократической партии. Кстати, насчет официальной, ее же не видно не только в Брюсселе, ее и в Казахстане никаким боком не видно. Вы помните какое-нибудь событие, в связи с которым можно упомянуть об СДП? Последний раз они заявляли о себе осенью прошлого года, когда хотели провести серию митингов, но им не дали. Видите, у вас хорошая память. И плюс, к сожалению, СДП в последнее время замечено, скажем так, со скандальной стороны. Почему? Потому что там идет какая-то такая борьба поколений, что ли, когда прежних, скажем так, ветеранов партии, нынешняя молодежь с прямой подачей лидера Жармахана Туикбай как бы вытесняет. Там ушли такие персоны, как Балташ Турсунбаев, Серегбай Олегбаев, Тогусов и так далее. То есть получается такая поколенческая борьба, но тоже на периферии пальчистской жизни, то есть чуть ли не уже не за границей ее. Я говорю, не видно партии, если вы говорите осень 2017 года. Ну да, я говорю, партия, она чисто заняла такой какой-то полустранный виртуальный формат. Их не видно, не слышно ни в медиапространстве, ни на каких-то публичных мероприятиях. Никто не выступает официально там. Единственный рупор на сегодняшний день это фактически Зауреш Баталова, один из членов президиума партии. То она больше по соцсетям выступает, чем где-то еще. Есть такая фраза «активное выжидание». Да даже на активное не похоже выжидание. То есть просто тишина. Просто тишина, да, я согласен. Тогда вопрос, а вот внутри оппозиции как бы себя никак не проявляет, вовне, просто так на уровне отдельных персон. Оппозиция, она вообще в принципе-то нужна или в принципе можно без нее обойтись? Ну, оппозиция не то что нужна, это, скажем, естественное явление любой политической жизни. Извините, элита и контрэлита это естественно, а власть и оппозиция это не всегда естественно. Ну, просто не везде она есть, оппозиция. Но, как я уже говорю, даже властям иногда оппозиция нужна. Поэтому они создают даже псевдооппозиционные организации, лишь бы создать какую-то видимость деятельности. Но самое главное, что элите нужна действительно оппозиция как посредник между ней и народом. Это реальность. Потому что когда наступит какой-нибудь час икс, критический момент, кому бежать, кого звать. Если вспомните 2016 год, когда прошли вот эти земельные митинги, и власть столкнулась не с какими-то оппозиционными партиями, а с выплеском народного гнева. И нашлись гражданские активисты, которые приняли на себя ответственность. Тот же Макс Бакаев, например. Ныне сидящий. Да. И кому потом они побежали? Побежали к тем же представителям национально-патриотического спектра. Побежали к той же УСДП в какой-то степени гражданским активистам, которых они смогли посадить за стол. По-моему, даже УСДП потом перестали их представители участвовать. Но тем не менее даже к ним обратились власти. Потому что надо было спасать ситуацию за счет кого. А сейчас активных персон, которые могут быть такими посредниками, становятся все меньше и меньше. То есть оппозиция это нечто среднее между стоп-краном и огнетушителем. Когда в экстремальной ситуации к ним можно обратиться, чтобы направить в конструктивное русло, в рабочее. Ну, в принципе, да. И возможно теперь, когда вот сейчас Кожигельдин провел уже, наверное, свой этот форум брюссельский, те люди, которые в нем участвовали, они приедут. Если будет какое-то продолжение, этот форум будет так или иначе время от времени собираться. Может быть даже и в Казахстане. Там, допустим, возможно через участие экс-премьера через скайп-связь. Это тоже можно. То в принципе, и на мой взгляд, это очень хорошая тенденция. Она дает возможность оппозиции той прежней, которая была активно, но в телу тех временных обстоятельств оказалась вытеснена, как бы новое дыхание проявить себя. И плюс, как мы видим, идет, скажем так, такое объединение и поколений разных, в основном либеральных и национально-патриотических взглядов и идей, и ценностей. Куда дальше пойдет, непонятно. Потому что сколько на нашей с вами памяти было всяких и форумов, и фронтов, и прочих объединений оппозиционных сил, но как-то они все больше канули в лето. Мне трудно представить поле для работы оппозиции в Казахстане. Уже даже выборы в Маслехаты по новому законопроекту будут по партийным спискам. То есть, где они себя могут проявить. Нестанкционированные митинги, собрания запрещены. Уже даже демотиваторы на эту тему идут. То есть, как правильно стоять на остановке, ждать маршрутку, чтобы не попасть под несанкционированный митинг. То есть, просто поля для этого всего нет? Или у вас свой взгляд? Ну, в свое время те же народовольцы в царской России, они, что называется, пошли в народ. То есть, просвещать. Ну, просвещать это не обязательно, что надо брать, скажем так, сумку с вещами, идти куда-нибудь в аул, учить там людей демократии. Просвещать можно даже через вот эти же форумы. Можно через какие-то передачи на ютубе и так далее. Просто-напросто делать какие-то вещи, не сидеть сами собой. То есть, вы безнадежное оппозиционное дело считаете полезным, в принципе? Ну, я не считаю безнадежным. Просто какой-то период оппозиция действительно оказалась выключена из процесса политической жизни. С одной стороны, давила власть. Надо понять, что власть все умеет давить. А второе, конечно, это беда любой нашей оппозиции. Это когда начинают, что называется, за здравие, заканчивают сами знаете чем. А все почему? Потому что начинается выяснение отношений межличностных. Кто-то не терпит этого, кто-то поссорился с кем-то. И пошла такая модная фишка, как исключают человека за якобы утрату связи с партией. А что значит утратить связь с партией? Это значит, не общается с первым руководителем партии, с вождем, грубо говоря. Еще более абстрактно, чем политическая близорукость. Ну, наверное. Большое спасибо. У нас гостя был Андрей Чеботарев. Мы говорили об оппозиции в Казахстане. До свидания. До свидания.